Село Усть-Курдюм, улица Первомайская. Здесь, насколько мы знаем, недавно несчастный случай произошел. Ребенок в бассейне, там где-то, по-моему, не слышал ничего? Нет, я ничего, только я слух так вот слышал, так мелькнул, а так я ничего не слышал. Вы не знаете, у кого что? Нет. Эта дорога ведет к элитному загородному комплексу «Волга-Стар». Трагедия произошла на земельном участке по соседству. Да мы вот по поводу несчастного случая с ребенком. Вы, пожалуйста, все комментарии в Следственном Комитете, у них есть вся информация. Мы не располагаем никакой информации. Ну это где вы? Это у вас здесь произошло? Все вопросы в Следственном Управлении, мы сюда. Здравствуйте. А вот выходный агент в 5-м пол. С кем-то из звуковозки. По поводу. По поводу несчастного случая. Мы не даем никаких комментариев. Ну это хотя бы здесь где-то произошло. Не знаем, да. Возьмите, где. А вот это здание, оно вам принадлежит? Ну и не даем никаких комментариев. Там, там. Вот эта железная лестница и ведет на соседнюю землю. Отсюда из-за забора хорошо видно трехэтажное здание. С тыльной стороны понятно, что работы еще не завершены. Под окнами валяется строительный мусор. Еще не все этажи оснащены кондиционерами. А вот и открытый проход на территорию. Участок по соседству частный. По данным публичной кадастровой карты, Первомайская 27, назначение земли для ведения личного подсобного хозяйства. Кстати, такой же статус и у участка, где возводится трехэтажный дом. Если подняться в воздух, можно подробно рассмотреть, как это личное подсобное хозяйство устроено. Вот, собственно, сам дом, а вот и бассейн, где произошла трагедия. Судя по лежакам по периметру, объект функционирует. А вот и лестница, которая соединяет личное подсобное хозяйство с территорией Волги Стар. Такое тесное и теплое соседство объясняется просто. Владелец земли с бассейном – предприниматель Андрей Алешин, супруг бывшего главного федерального инспектора Марины Алешиной. Волга Стар – часть семейного бизнеса. Как следует, из имеющихся в редакции документов на участке, где случилась трагедия, планировалось строительство индивидуального жилого или садового домов. Что в итоге получилось, судить не нам, но на садовый домик это мало похоже. Да и следственные органы говорят о гостиничном комплексе. Следственным отделом по городу Саратов, Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту гибели малолетней девочки в селе Ушескурдюм Саратовского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Предусмотрено частью 1 статьи 109 УК РФ, предусматривающее ответственность за причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, 1 июля 2019 года, в период времени с 9 часов 30 минут до 9 часов 40 минут, полуторагодавалая девочка находилась на преддомовом участке частного домовладения в селе Усть-Ушескурдюм Саратовского района, где проживала вместе с родителями. Внезапно мать девочки обнаружила, что та исчезла из виду и бросилась на поиски дочери. В ходе поисков малышка была обнаружена в бассейне с водой на территории, не введенного в эксплуатацию, огороженного гостиничного комплекса. Прибывшая на место бригадской медицинской помощи доставила ребенка в лечебное учреждение, однако спасти девочку не удалось. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти ребенка стало утопление в воде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление тех обстоятельств, произошедшего в расследовании, в данном деле продолжается. Подробности начавшегося расследования пока не сообщают, как не звучит в официальных речах и точное место, где произошла трагедия. Неужели магия имени владельцев так пугает людей в погонах? А вот в Волге Стар не стесняются. Открытие злополучного уличного бассейна с видом на Волгу анонсируется прямо на главной странице сайта загородного комплекса. Продолжение следует...